Суседи натхняет. Так называется коммуникационная компания, которая проходит в областных городах и в Минске по инициативе представительства Европейского Союза в Республике Беларусь. Главная задача этой компании представить результаты и обозначить перспективы программ трансграничного сотрудничества Евросоюз в Беларусь. Проекты, реализуемые в рамках этих программ, способствуют социальному и экономическому развитию, охране окружающей среды, безопасности границ и не только. В Гродно, например, будет создан Центр по диагностике и лечению остеопороза. В Каменце появится пожарная часть. В Каменце же собирается экспозиция предметов рода Радзивиллов, а в поместье Михаила Агинского идет восстановление уникального парка. Да, и вот, кстати, видеоролик об усадьбе Агинского прямо сейчас у нас на экране. Давайте посмотрим. Когда мы в первый раз пришли сюда, в этот зал, и это все увидели, ведается, у некоторых были на очах слезы. Когда мы приедете к нам пообсуждать наши парки? Ночью хочу. Да. Пока мы смотрели видеоролик об усадьбе Агинского, к нам присоединился наш сегодняшний гость Олег Викторович Созинов, руководитель проекта по борьбе с инвазивными растениями. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и расскажите немножко о проекте, что это такое. Давайте, может быть, начнем с того, что же такое инвазивные растения, все-таки, чтобы наши зрители понимали с самого начала. Инвазивные растения – это чужеродные, чужие виды растений, которые пришли к нам намеренно или непреднамеренно с помощью человека, и, соответственно, некоторые из них начали вести себя агрессивно. И возникает проблема, как их привести в чувства, да, чтобы они в гостях… Чувствовали себя как в гостях. Да, в гостях. Никак дома. Никак дом, хотя в гостях получилось хуже, чем они ведут, чем дома. Вот. И уметь с ними жить в мире в итоге, и, соответственно, чтобы это не сказывалось на благосостоянии людей и на природе наших белорусских. Насколько вообще это действительно важно? Насколько, может быть, в каком-то… Борьба вот с этими растениями. Да, борьба с этими растениями. Насколько в сложном положении находятся наши родные белорусские растения в связи с появлением? Ну, это и наша белорусская проблема, и вообще проблема, наверное, уже любой страны в мире. Дело в том, что в связи с активизацией обмена между странами и растениями, особенно декоративными, скорость во много раз возросла, особенно вот в сельском хозяйстве и в декоративном цветоводстве. Начали привозить много видов, и некоторые виды в гостях почувствовали себя лучше, чем дома, так как их враги остались на родине. И массово начали размножаться и вытеснять местные виды, аборигенные местные виды. И, соответственно, возникла проблема, то есть как сохранить свое, вот, и в то же время использовать и пришельцев, если можно так сказать. Поэтому в эту тему мы вместе с литовскими коллегами решили совместно поработать по этой теме. Ну, почему совместно? Дело в том, что в настоящее время каждая страна по отдельности борьба с чужеродными видами, она неэффективна. Почему? Потому что, да, мы, например, удалим у себя в стране, за границей придут новые. То есть или мы совместно делаем, и тогда будет результат. И вот впервые мы сделали с литовцами проект, он прошел в рамках программы разграничного сотрудничества, которая финансируется Евросоюзом, Латвия, Литва, Беларусь, по изучению и по контролю по инвазивным агрессивным видам растений. История началась намного раньше, чем в этом году. То есть у нас был проект по изучению особо охраняемых природных территорий, приграничных. То есть с литовской стороны, национальный парк Цукия, заповедник Чапкеляй, с нашей стороны заказник Котра, заказник Озера, заказник Гродненская пуща. Как результат того проекта, это вот общий план управления на два особо охраняемых природных территориях, зонирование сделали. Вот одна из результатов. Это уже готовый проект, который уже был совершен. Да, это уже готовый проект. Сделали мы на двух языках, в научно-популярной форме. Охраняемые природные территории белорусско-литовского погранича. Ну и на литовском языке написано, к сожалению, я с ним не знаком. Ну это дословный практический перевод. И мы, литовским коллегам так понравилось работать с нами, что они предложили, одна из проблем, которая вырисовалась с предыдущего проекта, что вот на особо охраняемых природных территориях есть чужеродные виды, которые, ну скажем, снижают ценность. Снижают ценность, потому что в охраняемых природных территориях должны быть в идеале только свои. Да, только вот русские, литовские, наши виды и животных, и растений. И в результате мы начали делать вот этот проект по изучению, а что же в приграничии у нас, какие проблемы есть по этим видам. Ну в принципе, виды это... И так появился вот этот новый проект. Новый проект, который вот, наверное, брошюрка, да, сейчас... Да, мы сделали, то есть мы уже работаем с февраля месяца и по технологии, да, по логике этого проекта. Конечно, проект, ну как мы знаем, он никогда не решает ту проблему полностью. То есть он показывает, по сути, проект показывает, как это решать, да, то есть дает инструменты. И понятно, что один проект там даже приграничия все не очистит, потому что тут даже всех денег, наверное, Евросоюза не хватит. Да, хотя он и финансирует, и мы софинансируем каждый из участников. Сначала надо знать, что есть. Ну, по сути, инвентаризация. Мы за вот этот полевой сезон, за лето 2019-го с литовской и с белорусской стороны провели полную инвентаризацию приграничья. То есть у нас это от правобережья Немана, от Гожи, вплоть до Первомайска, это уже Щучинский район. То есть где-то полторы тысячи квадратных километров. У литовцев чуть больше, там более двух тысяч, так как они взяли там Варенский уезд, туда ближе к Вильнюсу. Ну, и у них особо охраняемая природная территория побольше, национальный парк Зукия крупный. И на данный момент у нас есть почти полная информация, кто где растет и в каком количестве. То есть это информация по восьми основным видам. Вот. Простите, инвентаризация именно наших растений, которые вот аутентичные, аборигентные, а именно инвентаризации? Именно чужих, агрессивных видов, да. То есть это восемь видов мы выбрали. Я просто, извините, вас перевью, чтобы было понятно, может быть, телезрителям, потому что тема достаточно в чем-то научная. Да, конечно. Сейчас утро. То есть основная проблема в том, что вот эти вот завоеватели, чем это может быть чревато простым людям, да, то, что они могут истребить наши родные растения, да? То есть на... Ну, какие угрозы, да, какие опасности? Ну, для... Изменить определенный природный ландшафт, да, то есть наши как... Да. Ну, если... Ну, люди с утра думают больше о себе, поэтому сначала какая угроза для людей, а потом уже... Да, давай, для окружающейся. Да, для природы, да, для природы. Для людей, ну, про борщевик это, я думаю, уже все знают, да, что это в самом деле прямая угроза для здоровья, то есть на присолнечном освещении. Ну, это не родной, да, это... Да, это с Кавказа. Это инвазивный, с Кавказом. С Кавказом. С Кавказом. С Кавказом, в борщевике, да, то есть пришла к нам как силостная культура, ну, и потом он сбежал, вот, ну, как в зоопарке бывает, хоп, и сбежал, и размножился. Это прямая угроза, то есть вот это ожоги, плюс... Что делать вообще, если, ну, вот если произошел ожог борщевиком, да, что нужно делать в первую очередь? Ну, это классическая медицинская помощь, как при химическом ожоге. То есть промыть, вот, большим количеством воды, вот, там... Теплая, холодная вода здесь принципиальная или просто... Не, ну, комнатная температура. Комнатная температура, насколько возможно. Да, вот, то есть насколько можно быстрее, потому что идет реакция с кожными покровами, и, конечно, ожоги, то есть там просто все сдувается, и хоршам остаются на всю жизнь. Да, то есть это в самом деле реальная опасность, такая прямая опасность, которую люди больше всего понимают. Конечно, это и, например, золотарники, как аллергены, это у кого есть склонность, низкий порог к этим веществам. Да, вот, и, скажем так, опосредованно для экономики уже, да, для сельского хозяйства, они просто захватывают территорию. Они захватывают территорию, по сути, как сорное растение, и вытесняют все остальные. То есть, проще говоря, там, где могли расти растения, которые пригодились бы нам в пищу, которые можно было продать и заработать деньги для своего хозяйства, для государства, а там растут, собственно говоря... Там растут, да, чужие, которые не используются. Экспансию затеяли такую, как в смысле. Это, по сути, завоевание. Да. Вот как было там, европейцы там Америку завоевали, да, там, то есть в природе. В растениях то же самое, что у людей. Практически те же войны, те же переселения великие народов. Ну, просто тот помог человек, скажем так, ускорить. Оно было и раньше, еще как, например, Аир, когда-то монголо-татары принесли из Китая, да. Ну, сейчас это просто в разы увеличилась скорость просто. И какие угрозы далее, что, в первую очередь для природы, если возвращаться, что они меняют сообщество, меняют сообщество те, которые были, да, то есть они внедряются и меняют правила игры, да, то есть и начинают, знаете, как кукушонок. Или как кукушонок, да, выталкивать, да, и то есть наши виды просто исчезают. И меняют просто облик целого ландшафта. Ну, и в перспективе, если не контролировать, не бороться, мы будем, у нас ландшафты будут похожи на североамериканские, на азиатские. То есть белорусские исчезли. Хотят жить в тех краях. Нет, да, ради бога. Я понимаю. Ну, а если, например, если мы развиваем туристику, да, то есть туристическую деятельность, понятно, американцу незачем приезжать сюда и смотреть на те же пейзажи. Он хочет оригинальные увидеть. Это правда, у нас красивые пейзажи, чего перекатывать. Потому что все хотят оригинальные увидеть. Олег Ильич, смотрите, у меня такой вопрос логически возникает. Приходят ребята из других мест, Кавказ, другой климат абсолютно, Северная Америка, тоже как бы немножко отличие. Наши все-таки растения здесь выросли, они должны быть крепче, они должны быть такие прям вот корнями туда вгрызть землю. Почему происходит так, что вот эти... Вытесняют. Да, да, что они сильнее. Вытесняют, да, как так происходит. Дело в том, что большинство видов, которые агрессивные у нас, они пришли, у них родина климатически близка к нам. То есть в Северной Америке почти с трех же широт. А с Кавказа, с Придгорьей тоже прохладно. То есть это не сравнение, где жарко тоже. Например, почему борщевика у нас больше на севере Беларуси, там прохладнее, там ближе, как у него на родине. И поэтому получается такая вещь, что условия хорошие, похожие на мои, которые на родине. Враги остались, то есть никто не ест, не грызет. То есть враги остались, которые контролируют. Его остались на родине. То есть нету лимитирующих факторов. То есть полный карт-бланш. А у наших есть. Враги? Конечно, все. То есть насекомые, там животные, травоядные, копытные, например. То есть все едят и все контролируют друг друга. То есть никому не дается этого шанса, чтобы он был, ну, как бы, сделать диктатуру. То есть получается, в переводе на человеческий язык, то есть в норме должна быть демократия. Ну, как бы да. То есть пищевые цепочки, все работает. Вот. Как только внедряется вид, который доминант, и у которого нету лимита, начинается диктатура. Ну, вот вы говорите, ускорился процесс, да, в последнее время всего происходящего. Это связано с каким-то, наверное, вот... Это с экономикой, с обменом. Обменом, глобализация. То есть постоянно товары приходят, да. Семена попадают, какие-то пыльца, да, все это с ними. Огромное количество, да, посевного материала приходят. Ну, наши люди привозят, да, вот красивенький цветочек, да, хочется все в дом, да, давайте я посажу. И вместе с красивеньким цветочком привозят. Привозят диктатуру. Ну, это как в анекдоте с хомячком-медведь, да. Что мы, простые люди, если вот мы спустимся, как бы, вот на наш уровень, да, простых людей, что простые люди могут сделать для того, что, ну, немножко изменить ситуацию, чтобы ее улучшить? Что мы должны делать? Просто в первую очередь надо, конечно, знать, ну, как бы, дифференцировать свой и чужой. Да, ну, как в игре, да. Свой и чужой, идентификация. Ну, да, в первую очередь мы должны знать. Бывает, как говорится, свой среди чужих, чужой среди своих. Да, да, да. То есть это, во-первых. Во-вторых, надо знать, что делать. Да, многие выращивают как декоративное растение. Мы вот за лето побывали вот там сотни поселков, все дачные поселки проехали, там очень много и с людьми говорили. Многие просто не в курсе. Красивый цветочек, в чем тут вред? Вот, и когда уже объясняешь, показываешь, тогда уже люди сами принимают решение, да, то есть его контролировать, подрезать, не дать размножиться, то, что отрезал, там, не выбрасывать, там, в лес, чтобы оно не распространялось, там, можно сжечь, закопать. То есть это, по сути, необходима выработка такой культуры общения с чужими. Мне кажется, еще культуры более глубокого осознавания то, чем ты занимаешься. Знаете, вот растения, животные, когда милых щеночков берут и котят, вы должны понимать, как это работает, как это устроено и что дальше должно быть. Не просто красиво. Да, в прогнозе, что из этого будет. А как это вообще должно быть, да, и что с этим делать. И как с этим работать. Поэтому, например, как первый этап, сделали такую брошюрку, где вот с фотографиями показали вот основные виды, да, агрессивные, по которым мы работаем, и получили на данный момент полную информацию вот на нашу территорию. В итоге будет карта, интерактивная карта с базой данных. И в продолжение. Это онлайн будет, да? Можно будет зайти через интернет? Да, да, это можно будет делать. И тут как бы два момента. Один научный, вот мы работаем, мы делаем базу данных, но мы хотели, чтобы люди участвовали. Вы создавали какую-то анкету, я знаю, об этом сейчас. Да, вот анкету, вот тут даже это сделали литовские коллеги с QR-кодом. Это анкета, она такая. А QR-код только для всех? Нет, для всех, да. Тут адрес есть. То есть это через телефон, да, через стационарный компьютер. Ну, лучше через телефон. То есть человек видит растение, вот, ну, похоже, да, на агрессивное. То есть это нам в помощь, да, потому что мы не можем каждый квадратный, там, километр пройти, да, и посмотреть. То есть люди на местах. Он, там простая анкета, он выбирает, там с фотографиями, да, он выбирает. Ну, да, похож вот на этот, выбирает. Показывает, где он, там привязанная карта угловская, там. Ставят метку, да? Отмечают. Да, 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 там она масштабируется, все очень просто, да. Ответ цветок говорит, да я свой, я хроники белорусские. Человек может ошибиться, потому что есть похожие, да. Есть, например, золотарник наш, который похожий, правда. Ну, для меня не очень, но для людей похоже. Ну, желтенький, желтенький. Выкинул, извините, поставил метку, и тут уже черный воронок едет. Вот, ну, про это немножко позже, да. И он фотографирует, сразу она привязывается, то есть мы можем проверить, правда ли. Вот, ну, там автоматически дата ставится, и она загружается автоматически в базу, и мы сразу видим, о, вот мы там не были, а люди увидят. И что вы делаете? Вы выезжаете? И мы тогда, да, ну, понятно, мы не на каждую выезжаем, накапливаем, когда побольше. Вот в этом районе там есть с десяток, а мы вот как раз вот знаем вот эти, а вот эти не в курсе. Мы выезжаем, и, конечно, там уже берем полную информацию, там считаем площадь. А какое-то спецоборудование у вас есть, если там уничтожить, как Ghostbusters, помнишь охотники? Не, а про уничтожение это уже будет в следующем сезоне. То есть мы сейчас... Пока вы просто изучаете, сколько на уровне. Как бы то, что есть. Потом мы вот с Гронинским райисполкомом, там, управлением сельского хозяйства и продовольствия, которое курирует вопрос, мы выберем площади, да, которые на уничтожение. И в следующем сезоне уже, так как будут такие показательные, да, как бороться. Потому что у каждого вида специфика есть, да. Да, этого надо пилить, этого надо косить, этого надо герпицидами. То есть пока вы делаете очень грамотно, на самом деле, вы собираете информацию, чтобы потом знать, что делать. Не просто рубить с плеча. А насколько активно люди принимают участие? Да, вот это очень важно. Ну, с нашей стороны, больше приняли участие мои студенты. Вот, потому что... За счет-то всем нужен, поэтому. Да, 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 так и было. Я сказал, ребят, у вас полевая практика, там, это просто добавилось, вы все равно работаете в поле. И попутно, и ребята вполне так достойно, очень много внесли нового. Конечно, не только на проектной территории, но и за территорией, но это уже на будущее. Вы скажете еще... Литовцы более активно, да, занимаются? Наши. То есть по анкете вот этой для населения у нас больше было. А, у нас больше. За счет студентов. За счет студентов. Вы скажите, преподаватель какого университета, какого факультета? Ну, Гродненский университет имени Анки Купалы, биофак, кафедра ботаники. То есть я и заведую кафедрой ботаники, и в первую очередь студенты, которые специализируются на кафедре, вот и участвуют. Плюс уже появились темы курсовых, дипломных работ по уже более глубокому изучению инвазивных видов растений, чтобы все-таки знать, вот как они живут и чувствуют себя вот на новой родине. Почему? Потому что как только будет полная информация, тогда можно подобрать ключики, как его регулировать. То есть если, скажем так, подводя итог немножко вот всего, о чем мы говорили, вопрос может быть нестандартный для общества, да, для нас. Мы, наверное, об этом задумываемся. Давайте будем честными в последнюю очередь, учитывая поток информации, новостей, который нас всех окружает. Но вопрос, в принципе, серьезный достаточно для развития флоры и фауны нашей страны. Да, то есть на перспективу это принципиальная вещь, так как, ну, в итоге, если так утрировать, то есть просто красную книгу можно будет выкинуть, потому что исчезнут, просто они исчезнут. Или она вырастет в разы, вот, если уже на то пошло. Исчезнут наши... Но так как бумага не дешевая в последнее время, поэтому выгоднее все-таки... Ну, и с этой точки зрения, да. Выкинуть. То есть исчезнет, ну, для меня, если уже так патриотично, очень патриотично, то есть исчезнет природная аутентичность страны. То есть она станет облик чужой. То есть такая микс будет, да. Тут американского чуть-чуть, тут азиатского, тут со Средиземноморья. Может быть, где-то в душе об этом мечтает белорус. Не, может, как бы жить как в Южной Европе или как в Америке, вот, но от этого качество не увеличится, конечно. Я понял. Лучше, чтобы свое. Своё, да. И чтобы... Потому что к нам едут, конечно, из-за рубежа, чтобы посмотреть наше. Ну, а не увидеть опять такой в гротескной форме свое. А благо наше у нас есть. Да. Спасибо большое вам за то, что пришли к нам с утра. Хорошего вам дня. Хорошего дня вашим студентам. Успехов вам, да. Сохраняйте нашу природу. Ну, будем, да, будем работать, бороться. И, надеюсь, все-таки мы выиграем. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. А мы напоминаем, в гостях у нас был Олег Викторович Созинов, руководитель проекта по борьбе с инвазивными растениями. Я думаю, что это очень фасширно, потому что у нас есть в Вест-Европе, в Вест-Европе, в Вест-Европе, и в Ройал, и в Ройал, и в Миларе. Перед нами представлена часть предметов, которые были изъяты из захоронений родиливов во время проведения совместных литовско-белорусских исследований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова